Привет, дамы и господа, мы сэры и сэрихи. Несколько новостей сегодня в этом видео будет. Наперёд, да? Мы рассмотрим акцию, затестим, я надеюсь, школьника, которого делю, возможно, до асиста. Короче, кучу мобов, которых я поодевал, повыбивал с недавнешнего призыва. И, самая главная новость, мы набираем людей в гильдию. Да, я создаю утром гильдию, с нуля мы её создадим и на глобале начнём её развивать с нуля. Во-первых, получим огромное количество плюшек и достаточно быстро развиваем 30-й левел. Нас уже около 12-13 человек, как минимум ГВшку мы запустить можем, а для захвата нам нужно ещё 3 человека. Если вы смотрите это видео сейчас, то есть это видео выйдет, скорее всего, в воскресенье или в понедельник, у нас ещё точно есть места, не переживайте. Если вы играете на глобале, то есть вы тянете рейтинг Рубин, то есть вы в Рубине дерётесь на ГВ. Если вы, вот, к примеру, покажу, вот сегодня, вот мы будем драться на ГВшке. Если вы тянете, к примеру, ладно, это не плохой пример, если вы тянете вот такой деф, вы нам подходите. Даже чуть-чуть сильнее деф, вы нам подходите. Вот такой деф тоже нам подходите. То есть средний рейтинг у нас будет там 1100, там, не знаю, то есть 1 Рубин, 1-2 Рубина. Конечно, иногда на нас будут нападать там 2-3 Рубина чуваки, если мы будем из-за этого проигрывать, у меня там уже погореть не будет. Имеется в виду, если вы будете отбивать. Если вы активный игрок, вы играете на глобале, вас заебала вот ситуация, почему я решил создать свою гильдию, то, что меня заебала ситуация в этой гильдии. Рассказываю кратко. У нас есть охуенные глава гильдии, вот, претензий как к людям нету. У меня претензии как к игрокам, я их не знаю. Поэтому если я сейчас буду кого-то обсирать, значит я обсираю игрока, играющего в эту игру, а не человека. Понимаете, разница всё-таки есть. Он мне плохого лично ничего не сделал, но как игрок откровенно заебал. Так вот, поясню. Прошлый захват, не этот, что был, а позапрошлый захват мы проебали, потому что не отбил глава и не отбило ещё 4 человека. Мы должны были 100% выиграть захват. Я набил 350 вклада, я должен был получить там чуть бы не касать, даже больше, наверное, медалей, кучу кристаллов. Мы проиграли. Мы заняли второе место. И я потерял свои ресурсы и кристаллы и всё-таки медали. Почему я должен потеть, если глава гильдии себе позволяет не отбивать? Так, новую акцию, которую контуасы нам пропихивают, это называется сундук с сокровищами. Божечки, кошечки. Так, что у нас здесь? 13 января, это, по-моему, с понедельника, да? С понедельника в 5 часов утра по 26 января. Грубо говоря, стандартная двухнедельная акция. Вот, начнётся с 13 января. Первая часть. Завершите ежедневное задание, чтобы получить ключи. Ежедневно вы сможете получать один ключ за завершение 4 и 8, короче, там определенное количество заданий. Так, задание. Мировой босс плюс сценарий плюс лабиринт Тартаруса. Войти 3, 6, 10 раз. То есть там будет такое что-то типа сетка такая, где вы можете выполнять какое-то количество заданий. Не обязательно идти по одной ветке, я так понимаю. Не знаю, посмотрим уже, как оно выйдет. Но всё же, вы можете выполнять не все эти задания, не обязательно. Но чем больше вы заданий выполните, так понимаете, больше вы ключей получите. Тем более там есть бонусные. В общем, вы можете сходить на мирового босса, в сценарий походить, там корм покачать, или там допройти какие-то сценарии. За каждую версию Hell, напоминаю, вы получаете 30 кристаллов. Да, особенная информация для новичков важна. Если вы не прошли все версии Hell в сценариях, 13 сценариев, то допройдите. За каждый Hell вы получите 30 кристаллов. Да, ставьте лайк, подписывайтесь. И колокольчик, нажимайте колокольчик. Так вот, и лабиринт Тартаруса. Войти под земелье Кайрос. То есть куда угодно. Можете сенсии поформить, можете руны повыбивать, гигант, дракон, некромант, неважно. До 20 раз. Ну, имеется в виду, можно и больше, конечно, но чтобы выполнить задание. Арена, битва, гильдии, захват. То есть 10 раз. Потустороннее подземелье плюс потусторонний рейд. Гидра и чудовище. 3, 6, 10 раз. В первой части акции вы можете получить до 2 ключей в день. То есть 2 ключа в день максимум, какие бы вы тут задания не выполнили. Но есть бонусные ключи. Как получить бонусные ключи? Завершите бонусные задания, чтобы получить 1, 2, 3 бонусных ключей. Бонусные задания. Задание для получения... Боже, сколько раз одно и то же. Да, повторять приходится. Завершить задание дня. 1, 2, 3 раза. Войти в дыру измерений. 10, 20, 30 раз. Ужасно. Задание на получение 2 ключей. Вызвать истинного 3-звездочного монстра 10 раз. Ну или выше. То есть вы открываете свитки, вам выпадает 3, 4, 5. Я так понимаю, в СДшке не засчитается. То есть если вы в СДшке поформите 10 мобов и их откроете, там должно писаться где-то, это не должно засчитать. Короче, вы должны со свиткой их призвать. Даже если вы газету открыли, 1-3 звезды вам засверкало, то это засчитается. Задание на получение 3 ключей. Перевести эволюцию... То есть, короче, перевести моба на 6 звезд. К примеру, кого там переводите? Фран, Ковбойшу, Боретту, не знаю, Сигму. Кого там переводите на 6 звезд. Любого моба на 6 звезд переводите, вам дают еще 3 ключика. Наверное, сразу. Не знаю, может поэтапно, может сразу надо смотреть, как они это сделают. Так, вы можете получить до 11 бонусных ключей по завершению всех этих бонусных заданий. Каждое из бонусных заданий можно выполнить только один раз во время акции. Часть вторая. Открывайте сундуки с сокровищем. То есть, в этих ключей будете использовать отмычки для этих сундучков. И сундук вам будет выдавать рандомный подарок какой-то. Ну, мне лично. Это энергия плюс мана. Вам наверняка. Это камни вызова, таинственные свитки, древние монеты, увеличитель письюна, свитки, стихии, огонь, вода, ветер, камень, перековки и свиток, света и тьмы. Так что пишите в комментариях, говнючки, что вам упало. Сколько мне выпадет камней, перековки и свитков, света и тьмы? Давайте посчитаем. Так. Ну, я напишу вам обязательно, сколько мне выпадет. Хорошо? Часть третья. Обменивайте ключи на кристаллы. У вас еще остались неиспользованные ключи? Обменяйте их на кристаллы. Да. Чуденько, да. Кстати, за каждый, я так понимаю, будет ограниченное количество сундуков, наверное, ну, раз они это написали, которые вы сможете открыть. А все остальное, которые вы ключи там получите по бонусам, там за ежедневки, вы будете обменивать на кристаллы. Я не знаю, сколько будет максимум сундуков. Может где-то здесь написано, оставите коммент. Я не нашел. Я вроде бы читал, может я тупой, слепой, но я не нашел, сколько максимум сундуков можно будет открыть. Вряд ли. Ну, понимаете, 20 кристаллов получить или возможность получить камень перековки или там свиток святой тьмы. Конечно, вы будете скорее всего открывать сундук, правильно? Ну, нафиг эти 20 кристаллов. Поэтому, скорее всего, будет ограничение какое-то по количеству сундуков. Вот. Короче, ключи можно будет обменивать на кристаллы. Хорошая акция, но рандомная. Понимаете, тут кому, как говорится, как повезет. Мне, как обычно, вон, я получу 20 кристаллов пару раз и получу немножко энергии и маны. Мне реально не хватает этого, поэтому акция-то, ну, реально полностью рандомная. Здесь можно с нее получить какой-то куш, а можно не урвать ничего. Абсолютно. Не, ну, в любом случае, это халявная акция, так что спасибо Кунтуасам. Тебе же за нее деньги платить не надо. Идем на ГВ. Так, сегодня мы тестим школьника и возьмем мы его либо сюда, либо сюда. Смотрите, здесь, по-моему, вообще идеально. Такой, типа, два водяных персонажа, а здесь панда ветра, который может щелкнуть. Здесь как-то безопаснее, что ли, смотрится это. Хотя и здесь нормально. Просто здесь арх может снимать бафы. Да, здесь мы назовем какого-то танка, которого будут лохматить эти два водяных парня. Или это девочка? Арх воды, это девочка? Да, по-моему, девочка. Так, давайте берем шкалату. Да, у меня теперь есть школьник. Изи. Можно вообще, слушайте, делать пати из трех школьников. Как она такая, да? Школа на стриме. Вот так вот и вот так просто, да? Просто три школьника. Не, так я очкою, не хочу я так идти. Это разве что светлого школьника еще взять? Так, мы возьмем сюда школьника. Нам нужен какой-то баф будет на атаку. Ну, наверное, какая-то будет бастет какая-то. И нам нужен будет какой-то, можно, наверное, возьмем фран лучше. Иммунка. Как ни крути. Да. Да, да, да. И нам нужен какой-то огненный козел отпущения, чтобы вот эти господа били его. Можно взять, наверное, Дафниса. Ой, этого возьмем. Да, месье. Вот этого господина возьмем. И лидерку. У него 85 шансов крита. У меня 85 шансов крита. Я думал, лучше на скорость, да, поставить лидерку. Да. Вот так вот возьмем. А сюда мы возьмем, чем мы это по Шурику пробьем. Я хочу это побыстренько пробить, поэтому мы возьмем Калли. Мы возьмем Меган или Бастет. Возьмем Меган. Полностью бюджетную тиму возьмем. И возьмем себе. Возьмем вот так, да, этого парня. Все, расщелкаем его по Шурику. Да, посмотрите, фул бюджет команда. Против трех первачей. Так, убиваем сюда. Изи. И сюда. Чтобы уже не было иммунитета, все дела. 44, просто 4-4-4. Это к чему интересно? Ну, к помойке что ли? Так, сюда вот так вот сделаем. Классно. Поставили бабочку. Бабушку. Ой, у него опять 5 стаков. Да, что ж такое? Стан. Так, дотик, не? Ой, блин, мы не успеем откатить. Скилл, не успеем. Давай, в любом случае, бафаемся. Опачки, мы даже успеем. Медленный школьник. Залог неуспеха. Так, бафаемся. И, да, кстати, школьника ветра я добавлю в альбом. Я в альбом добавил уже Рику. Да, Рика есть в альбоме. Подобавлял свои дефы захвата. У меня в альбоме уже 336 скриншотов. Так что, у кого есть альбом, посмотрите. А у кого нету альбома, можете его получить очень легко через ВКонтакте, либо через стрим. Вы поняли. Да, так что обращайтесь. Давай дадим вот сюда крест. Классный крест. Так, ну что, у нас 4 книжки. А, что 4 книжки? А, у нас нету, блин. Нужно пятую книжку получить. Пятая книжка. Пятая, так пятая, хорошо. Так это, так, ну теперь еще 5 книг, баф на атаку, лидерки на атаку нету, ну пофиг. Ударим Варха. Он, я так понимаю правильно, сейчас пробивает сквозь броню. Атакует врага, игнорирует защиту на 15% при каждой имеющейся атаке. И, так, давайте шваркнем. Так как у нее, кстати, у нее 2 пассивки, кто не знал. Да. И, сколько? 51 тысяча. Инфернали, как дела? Это в Виоленте. Инфернали, как дела? Охуительно. 51 тысяча. В Виоленте. Ну, мне кажется, это неплохо. С имункой. Да. То есть, это один из лучших моих Виолент комплектов, если что, я отдал. Это естественно. Мало, да? Короче, если у тебя медленный, но это да. у меня он медленнее, чем у тебя. Но он будет чуть-чуть быстрее, там можно же поменять руну. Так, началось. Он у тебя медленный, он у тебя тормоз, начинает оскорблять моего школьника. Да. Так, и, а, стоп, я все, я никак не могу привыкнуть, что это однокнопочное существо, вы понимаете? Даже у ракана какого-то нужно нажимать второй скилл. А здесь тупо, ну, просто направляешь и бьешь, да? Оно. Ну, 50, 716 это будет часто, число двоечных, да. Так, сюда мы можем опять же взять школьника, можно даже поменять вот так вот местами, да? Ага. Да. Поменяем местами. Иммунка, еще два бафа, это получается 3, 4. Блин, нужен в команде какой-то шилд. Кому-то нужен шилд, надо хамона в шилд переодеть, да? И тогда будет получается у школьника сразу 5 стаков. Ты уже написал, да, ВКонтакте? Хорошо. Так, а сюда мы возьмем, давайте сюда мы возьмем кису. Да, у меня теперь есть 2 кисы, и мы возьмем прямо 2 кисы. Так, берем первую, где первая? Первая, первая. Так, первая киса, вторая, я ее забыл докачать. И нужно добрать, что, до ассиста доберем? Ну, блин, с до ассистом школьник очень много сливать будет хп. Да, вот мне тоже нужен хамон в шилде, потому что без шилда 4 стака не круто, так можно было бы сразу выщелкивать кого-то. Если бы он получал книжки за то, что кто-то бафается, ну, как водяной, было бы круто, а так нет. Он не получает. книжки. Я вот думаю, до ассиста взять, или все же какого-то аймунщика. Что-то типа вусы. Да, ассист, да, ассист или вуса. Ну, просто, во-первых, эта звезда меня с агром может не выпустить. И мне не хватит тупо хила. Возможно. Может взять еще козлика? Не будем лохматить бабушку, да? Да, возьмем козлика. Я думаю, с козликом будет самое то. Давайте возьмем козлянушку. Козлик с кисками. Ой, ты сладенький пирожок. Поехали. Так, ну, бафаемся. Четыре. Ну, да, сейчас было бы уже пять книг. Я мог кого-то бы ваншотать. Ашотать, ваншотать. Вот говняшка попытался снять бафы. Так, давай сюда. Так. Это нужно сейчас Хамону. А, Хамон сейчас кинет себе купол. Хотя, если мы Хамона хильнем специально. Видите? Можно четырить. Да, ну вы поняли. Так, сюда ка. И что, кого убьем? Давай тебя. Да, можно четырить. О, Виолент, ёпта. Добрый вечер. Сними. О, своровал. И, блин, сейчас Хамон, если был бы фулл хп, он бы кинул бы куполочек. Сейчас, если прокнет Виолент, давай мы в любом случае сюда хильнем. Так, пять книжек, шикарно. Но у нас нету бафа на атаку. Ну, понимаете, в чем минус школьника? Что без бафа на атаку ты все равно вынужден потратить книжки. Вот в этом есть некий минус. Ты все равно сейчас вынужден, ну, ты же не можешь засейвить свои книжки, чтобы потом ударить под бафом атаки. Не можешь. Вот. Это есть некий минус все-таки. Персонажа, пока я его не вижу с этим Виолентом, но все же, он типа есть. Но неплохо, слушайте, мне нравится. Пока что мне школьник понравился. Сойдет такой, месье. Э, не, не, это не кританули. Так, что сделаем? Давай сюда. А, ну, наверное, это нормально. Так. Ай, ця, 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 блин, застанели. Не в тему. Так, сливай. Ага. Так, 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 давай еще сюда. А ты, блин, бить сюда, не бить. Давай сюда. Сольем атакбар. Отлично. И киски сделал целых 8 точностей сегодня. Поменял ей там одну. Один стат. Ах ты, сучка. Всех троих заагрила. Вот же курва. На тебе. Очень прикольно получается. Так себе подхилим. Так, добьем. Ага. Так, бафаемся. Хотя, наверное, не надо бафаться, мы кормим школьника. Он завязал 3 книжки, ясно. Тупой школьник. Давай, встал. Убивай. Ну, типа, пока тебя, да? Не будем кормить его. Не будем, не будем, говорю, кормить. Давай, только не стан. Блин, плохо, когда она станет. Видите, она второй атака. А, не, кританула. У нее просто 20 шансов крита. Поэтому она как бы не особо будет часто критовать второй атака, если она оставила дебаф. То есть, там, после себя. Ну, прикольно. Ну, как игрушки, знаете, так что прям must have, без этих кисок я бы не смог бы воевать. Просто как игрушки для разнообразия. Надеюсь, вам нравится такой контент. Сюда чем возьмем? Можно попробовать бастет взять? Или пирата? Пирата, пирата, пирата. Во вторую пачку мы точно не возьмем школьника? Там агр есть. Хотя, можно взять пирата в теории. Ну, там вуса он закинет, вы поняли, что? Можно взять первую пачку, нам придется тогда бить, скорее всего, за афилию эту. А мы можем не критануть. Первая не критануть. Ну и вы поняли. И потратится 5 книжек. Во-первых, неплохая деф, неплохая дефка на самом деле. Смотрите, за афилию, если ты спускаешь ей до 30% хп, этот месье сразу же заливает все 100% от Акбара и, грубо говоря, вахиливает команду. То есть, интересный такой деф. Редко встречается такое. То есть, тут по факту нужно ваншотать Абелию. А Абелию, возможно, одеть через защиту, так что ты его копером не пробьешь. То есть, тут, возможно, такой трэпчик деф. Затестим? Да, возьмем тогда сюда школьника таки быть. А мы сюда возьмем, знаете, тогда чувак копера. Попробуем, поведемся на его провокацию. Да, попробуем. И самое главное, что когда себе за афилию кинет купол, мы можем ее не пробить через бульдозера. То есть, копером нападать на такой деф, ну, знаете, если тут очень хорошие руны, я бы, наверное, не стал бы. Но тут руны вряд ли очень хорошие. Мне кажется, тут все сейчас будет на мази. Давайте проверим. Еще я придумал. Если хамона сделать быстрее, чем школьника, и одеть виолент, он может два раза успеть походить, и даже без шилда накинуть два раза купол на школьника, правильно? И он такой, типа, получит пять книжек. Но надеяться на это не нужно, просто надо хамона одеть шилд, комплект, и все. Так, мы заливаем, так, как я и хотел проверить. Попробуем убить его, вот эту какашку. Не, видите, тут никакого плана не было. А может и был, но у него не хватает по статам. Вот говняшка. На тебе, убивай. Видите, не хватило. Так, что сделаем? Ну, выбора нет, надо сюда бить. То, что у Купера сейчас раскол, это плохо. Стан. Стан. Так, можно сюда попробовать застанить. Ой, еще туда раскол кинул. Вот говняшка. Так, Что сделаем? С Купера быстрее снимем. Так, сюда К. Стой, стой, стой. Еще сюда К. Надо было бульдозера на самом деле залить, чтобы он быстрее снял себе раскол. А посмотрите, она еще живет до сих пор. Минус Купер. Так, вся, вся, надежда на нашего бульбазаврика. Отлично. Заливаем, и у нас есть, по-моему, ульта. А, ну все, габела. Ой, панды 25 тысяч, хп. Печаль какая. Так, бафаемся. Ага. Блин, я уже хочу хамона переодеть через шилд, чтобы сразу можно было кого-то щелкнуть. Угу. Так. Иии, сейчас, что мы ударим? Кого? С тебя больше вероятности что-то снять? Не сняли, да? Надо еще первый скилл датащить там 15% будет вот этих вот на срабатывание скилла. мы хильнем себя сейчас, чтобы хамон дал пятую книжку. поняли. Так, главное, чтобы сейчас... Не-не-не, блин! Вуса, сраный. Не хотят школьнику давать пятую книжку. Так, давай хильнем хамона. Давай хамона хильнем. Может своруем? О, пятая книжка. Отлично. Крест. Спасибо. Классный крест. Придется бафать. Да, шилд сразу решит все проблемы, реально. Потому что это фигня полная. Давай убьем, попробуем ретеша. Ну, короче, полтишочек он будет бить. Гарантированно. Мне это нравится. Вполне неплохо смотрится. Так, четыре книжки. Отлично. Сейчас мы, наверное, вусу щелкнем. А нет, он бафнится. Так, план был, да, и он его придерживался. Так, давай тебя на всякий, а то вдруг не сворует. Своровал. Так, крит? Нет. Блин, как же он на своем вертолетике заезжает неплохо, да? Ай, бафа на атаку нету. Нету бафа на атаку. Так, что, убьем тебя? Попробуем? Ого, купол! А, это мы без бафа на атаку били. Какой купол? Точно. Без бафа на атаку поменьше все-таки. Так, стой, 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 разбудил. Спасибо. Так, У него фулл хп, интересно. А у меня тут на этой непонятно у кого. Блин, плохо видно. У франк фулл хп, как думаете? Давайте хиль убью. Я не знаю, фулл у него хп или нет, убивай. Пять книжек. Боже, какая красота. Что-то не хочет он виолентить. Сам прикол, то, что ты убил одного, да, и сразу можно, типа, выщелкнуть второго. Ну, все равно неплохо. Пять тысяч купол, какой-то отстой. Хотя, мы фран чуть-чуть покоцали его. Не, ну, неплохой тест, мне прям понравился. Школьник прям, надо его крылышки какие-то будет поставить. Он зашел. Если вам тоже понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Вот, если кто хочет нашу гильдию, напоминаю, пишите вконтакте, мне в личку в ВК, либо в телеграме, либо пишите мне в вайбер. Да, напоминаю, что у нас есть группа в, вот, у нас есть группа в вайбере, ой, в вайбере, в телеграме, и нас уже здесь 700, сколько? Секунду, 767 человек. То есть, вчера вышло видео, я дал рекламку, у нас плюс 20 человек добавилось. Поэтому вступайте к нам, когда будет 1000 человек, я сделаю розыгрыш чисто для телеграма. У нас уже 767 человек. Вот, кто еще со стрима, вы можете в телеграм зайти с телефона, планшета, компьютеры, это абсолютно бесплатная программа. Здесь вы можете общаться, задавать вопросы, любые по этой игре, там советоваться, кидать скриншоты, спрашивать пачки и прочее. То есть, если вы ищете информацию какую-то онлайн, вот, она здесь. Ну, помимо моих видео, к примеру, вот, очень легко вы сидите в туалет, зашли там в туалете, зашли там в телеграм, не фоткайте, как вы сидите в туалете, задайте всякие вопросики и прочее. То есть, любое время суток вы можете задавать вопросы, общаться, советоваться, хвастаться, что вам там выпало, с гиганта, дракона, некроманта. В общем, вступайте в нашу группу, наша группа развивается, самая активная группа в телеграме. Ближайшие наши конкуренты, их в телеграме 50 человек. Да, поэтому наша группа действительно чуть-чуть, чуть-чуть активная. Есть еще официальная типа группа, но там писать ничего не нужно, я не знаю, зачем такая группа существует. В телеграме официальная, где 2000 человек или что-то такое, и там постят только бесполезные мусорные скриншотики от руководства этой группы и якобы всякие новые акции. При этом официальная группа по поводу акций выпускает инфу позже, чем я на своем канале. Офигенная группа. Да, вот еще два человека добавилось, Роман, Павел и вам тоже добро пожаловать. Нас уже 769, осталось 200 там сколько, 31 человек и нас будет уже 1000 человек. Вот огромное спасибо всем, кто смотрит мое видео, всем, кто ставит большие пальцы вверх, комментирует это видео и ставит колокольчик. И ставьте себе колокольчик, и вы не пропустите ни стрим, ни новое видео. До встречи в 18.30 сегодня на YouTube, прямо вот здесь вот, где вы смотрите. Заходи в чатик, пиши привет. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok